100 штук на маленьком кулачке, они же не спрашивают, к соседям я залез или нет. Еще потом я по году, я приезжаю, у меня окуно два дня, допустим. Мне за два дня надо все пробежать, все сделать. Мне некогда, блин, там думать о том, где маленький. Ночь не работал ни разу, по ночам не работаешь, не практиковал. Успеваю, спать охота, это юг, апрель, видишь. Вот мой погрузчик. Таким образом я гружу, это мой маз-зубрёнок, 6,20 кузов. Вот, чём на Донике, Туапсинский район. Вот моя медогонка. Так, вот такие вот. И сколько это, 48 или больше? 56. Так, вот, набирает тут. Ну, всё равно закрыто. Ну, закрыто, да, так можно бросить. Нет, тут, понимаешь как, закрыто. Это проще везти. Это проще везти. Ну, обязательно... Ну, только канал связи здесь скручивать. Оставляю, всё равно здесь вешаю фотоловушку. Ага. И с фотоловушкой видно весь. Вот, кстати, те, эти, предыдущие, где и с ПОЦЭ, там, это фото с фотоловушки. То есть ульи видны, кстати. Это, в общем, ничего так. Вот, это я подъехал отбирать корпуса. Корпуса отбираю. Это вот Виталий у вас на таких же телегах ездит, да? Виталий, который вот магазин держит пчелы. Виталий уже давно живёт в Краснодарском Камере. Засрал, он всех пчёл забыл. Нет, он теперь онлайн делает все. Онлайн? Да, то есть он уже с немцами... Он всё продал давно. Нет, он делает как? Вот, допустим, ты ставишь у себя камеру на свой улей, и он тебя информирует. То есть ты ему донаты кидаешь, а он тебе, да, то есть... Он, в общем, тот предприниматель. Да, то есть он, как бы, это... Да, он набрал. Ну, в общем, вот такие микрушины, которые я делал, вот их я хочу на остров вывезти. Вот именно с ними... Крапуса как снимаются? Первый остров. Освобождается от пчёл. Как крапуса освобождаются? Маленькие вот эти... Крапуса, вот таким образом грузится. А, он прям сам. Сам заехал, сам уехал. Ну, сейчас я... Высоко это всё-таки, да. Высоко ищу пригород, потому что два раза в месяц с ним падал бы он уже. Ну, нефть, сейчас. Набок, блин, раз, и... А скольки он тонник? Какой тонник, блин? 350 килограмм. Нет, я имею в виду, сколько он весит? Он... 800. Ну, вот. Так, помощничек этот... Опоздали, корпуса не поставили вовремя. Видишь, пчела как-то набивается. Блин, успеет. Это вот у меня в деревне. Так, это... Я приехал. Сейчас. Вот мой дружник такой. Добиваю я его это всё и на югах. Вот. Выдуваем воздуходовку бензиновой воздуходовкой. Поднял магазин, пчелу сдул. Корпус умолчал. И поехали. Шланг сам всё это сделал к воздуходовке от вентиляции от автобуса львовского. Списанного нашёл, состыковал все эти трубки, рукава. И всё. Вернул, сдул. И в машину. Где она машина, блин? Голова потом не болит. Всё-таки целый день шумит. Кто? Воздуходовка-то. Почему целый день? Ну я говорю, она же близко получается. 20 минут, блин. Я тачоку забрал, улёз. Ну 20 минут прям вообще это. Это, наверное, на корпус тратится. Да, быстро. Это, видать, она у неё совсем хорошо работает. Там 100 километров сдулёт. Так, если сейчас видим ключу... А вы тоже на них выходите? Ну я буду дать. Это моя скрывалка. Ветние кухни скрываются. Ты купил себе. Должна прийти на дне. Ой, это обмывать стоит. Это обмывать. Ты ещё не знаешь, как я обмываю. Российское производство, Алтайское. Ну классно, да. Ну классно, да. Ну, наверное, хотелось бы... А в детей ещё не работают? Нет, я только сказал. Сказал бы, и Брестов вместе, чтобы должна прийти. Ну, я один из первых заказывал. Вот польская медогонка. Слушай, ну, почти как у Геннадия всё то же самое. Рядышком такая же, кстати, технологичная. Технологичного, что-то не было. Ну вот у него такая же у Геннадия, только у него подача, то есть ручная. А тут я смотрю. Вот такая. Скрывается вот таким образом она, короче, получается. Ну, если где-то горбатый там... Я до инженера докопался вот из-за этой горбатости. То есть с народу я поговорил. А, вот круто. Все телефоны сняты, как бы это. Вот подручка вот на полу. А, она уже пошла. Сейчас придётся, наверное... Телефон у нас в Гаридон. Вот это на юге. Четыре штуки два на два. Ставим и погнали. Единственное, что сейчас повернёт он, блин, вот придётся теперь смотреть по-другому. А на югах ты где стоишь? Могой, но рядом с небом, где это... Аквапарк. Туакцунский район. А тоже платишь за стоянку или у тебя там свои... Мы дружно давно, мы в комбинации к ним возили. Нет, в Геленджике хорошее место есть, там даже самолёты не тает. Да? Пачку поставить. Там, наверное, парню, парню. Где дворец? Да. Во дворевне. Ну, где хранять не надо. Ну, рядышком, да. Нет, ну это хорошая. Слушай, ну вот маленький такой, а цена какая у него? Цена не маленькая. 12,5 евро в дом. Евро? Да, он так же состоит. Ну, тогда я брал... Ну, сейчас, наверное, полторашку будет стоить. Ну, тогда я брал, как бы, 550 рублей он стоил, как бы, и уже из-под жопы я забрал Chevrolet. На аккумуляторах? Нет, он бедит. Вот, мне кажется, мне тоже на югах. Серёга, тебе надо быть такой. И снег чистить, и ковшик, да. А я уж думаю, смотрю, ну, кабач же может эти... Вот он и говорит, что это провод сделать. Ага. То есть, ты там, из сменных у тебя сколько на ней насадок? На... 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 100 штук, я вожу на них у тебя магазины и гнездо тоже магазины, да? ну они полностью, а как ты хотел вообще на магазин переходить, но как я не решусь уже который год все думаю, думаю ты смысл, а это же магазин ты говоришь, все а рамки стоят вверх а, вверху на триста ну как все дела так, вот воздуходушку сейчас можно посмотреть вот как я выдуваю никаких там люди делают рамки, на колесах подвозят, клетку там сдувают вот так вот просто перевернул выдал все к хренам ну там летная пчела одна она вся зашла а люди заморачиваются вот эти все эти там какие-то конструкции там канадские вот звук, конечно, у нее нет я ее ногой придерживаю, чтобы она никуда нет самая и вот выдуваю все я остановился на электричестве генератор можно в лес потащил провод кинул блин, электрический там вот тут сопло, вот все готов пошел в корпус Юрич, наверное, был... так, а это сколько стоит удовольствие? семь с половиной рублей всего? да ну это, наверное, давненький год четыре назад сейчас двадцатку будет стоять там они разные есть у тебя все два разного у меня одна закапризничала, я пошел вторую купил у меня получается один дофига нет, они более 7 рублей, извини меня все нормально Юрич, а ты пчелотряс-то не привез, да? нет ты его так не поднял нет, я весной... пчелотряс он же пчелотряс себе сделал а зачем он мне нужен? так мы не протягиваем у меня только лоботряс не снимал это для гнезда только а, вот камера, пожалуйста, нашли гости самое лучшее, конечно, это пчелу удалить но только, что его два раза надо поднимать в корпус зато прям приехал и все пусто только грузии и все вот таким образом на юге зимой и сейчас тоже также под пленкой только еще переднюю стенку закрываю шестянками, шлифером, чтоб солнышко не манило и снегом заваливаю снег вы видели ну вот ты же видел, сейчас тебе показывают сейчас на жюковке здесь зимой там нет, там вот они от дождя потому что там влажность с моря очень сильная не закроешь дожди соленые там а пленкой какой ты закрываешь? а это пропарочная степлица а, ну вот эта вот белая, то есть да, 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 да она дышит и в тот же момент греет она не дышит, она плотная там тепло, там как бы такого нет что дышит, не дышит там главное от влаги закрыть там просто вот действительно слез что он затекает на перевозку как бы вот угу а сейчас паралл он зарулит что тут еще он здесь посмотреть тринадцатый мая а, ну вот перевез капаны вот все видно перекопали У нас медведей нет, у людей, как они крушат лулье, это прям вообще. Вот недавно показывали ролик, просто люди зашли, открывали крышки, вытаскивали рамок и самое главное потом еще сбивали. В этом году все купил плазмы и бурун, но я не в плазме бурун насос брал, а нашел в фирму другую, тоже бурун, но подешевле он мне отошелся. Чтобы перегонять в отстойник? Да, 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 вот сейчас через сито там в насос, и с насоса уже в отстойник. Но вместо отстойников недогонку я использую. Ну, по-первою, вот тут вот я снимал как раз, он сбивал плазмы. А потом, когда весь воздух вышел, нормально, столкнул. Насос бурун. Не знаю, чтоб не переливать, ничего, блин. Единственное, что по осени чуть под солнышем застывал, все. Надо было, блин, включать лампу и вентилятор, чтоб вентилятор открылся. А, через вентилятор. Не оселяет, аж не выключается, блин, насос бурун. А, ничего себе. Ну, а так вот, по-первых, он надежная тема, насос. Он перебирается вскользь. Ты знаешь, что, с ним вот сюда вставляется, типа, там не крыльчатка, а... Ну, ты, я и думаю, там какой? Она спасна есть, червячный шнек, резиновый. Он в запасе еще один есть, если что, он у них в этой фирме. То есть, я имею в виду, ты поработал, считай, он тебе не нужен, например, неделю. Ты его разбираешь. Разобрал, помыл, посушил, все, не вопрос. А, нет, я неделю, нет. Я, если начал, я буду кончать и без остановки. А, без остановки. Потому что я его и включать не буду, если я там 200-300 килограмм, я в ведро сразу с медогонки лучше смотрю. А когда вот подсолнув, там его уже надо, извини меня, это самое. Ну, понял, уже надо добыть. Да, да. Ну, все, что ли? Теплого пола нету, не подогреваешь, возишь сразу качать, да? Нет, я привожу и, короче, включаю тепловентилятор. Я, допустим, в помещении, чтобы... Вечером ставлю терморегулятор. У меня там на 38 градусов ставлю. Утром начинаем качать. Вернее, сын начинает, говорю, в этом году. А то сам. Он качает, я поехал отбирать. Ну, это красота, вообще-то. Акция. Две банки меда и пацаны одной и другая классика. Вот так было. Вот так у вокзала. Это моя. Это в Балакове? Да. Возле вокзала? Да. Не видел. По 1200 гнездо. Больше не у кого нет лайка. Не, просто я там сколько раз ездил. У меня там товарищ, это, Карпенко Димка. АСД, раньше фирма у вас компьютерная была. Ага. Я к нему очень часто ездил. Мы там рыбками, аквариумами очень сильно увлекались. Так, ну, все, в принципе, я что-то... Спасибо. Здорово, да. Я говорю, ездил или нет. Так. Как тут что? Все, ты просто выдерни, да и все. Ничего там с ним не будет. Не, нормально. Тебе просто не одной считают, в принципе...